Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дача Без Проблем. Меня зовут Дмитриева Надежда, я садовод-голубиковод. Голубика на моем участке растет более 8 лет. И сейчас я вам хочу рассказать, как же подобрать сорта именно под ваш регион, таким образом, чтобы вы наслаждались ягодой весь сезон. В мире существует очень много сортов голубики, и очень большая часть сортов может прекрасно произрастать на всей территории России. Нужно только правильно подобрать сорт. У каждого сорта есть своя морозостойкость, свое отношение к теплу и свету. Поэтому при выборе сортов для вашего приусадебного участка ориентируйтесь на его морозостойкость. Сорта голубики бывают ранние, средние и поздние. Ранние сорта в нашем регионе Воронежской области, у нас средняя полоса, начинают созревать в начале июля. Конец июня, даже начало июля. Средние сорта будут созревать с 20 июля и до середины августа. И самые поздние сорта у нас начнут созревать с конца августа и до самых стабильных холодов. Для южных регионов сорта, которые предназначены для более холодных регионов, будут себя чувствовать, так сказать, неважно. Потому что этим сортам требуется определенное количество морозных часов и продолжительность холода. Они предназначены именно для короткого лета. Это такие сорта, как Норд Кантри, Норд Ленд, Норд Блю, Харди Блю. Все сорта я называть не буду, потому что при покупке саженца квалифицированный продавец, либо питомник, который специализируется на выращивании голубики, либо садовод-голубиковод, который размножает кустарник на своем приусадебном участке, обязательно вам расскажут о морозостойкости сорта, нужно ли его укрывать или нет, и об основной агротехнике и дальнейшем уходе за ягодным кустарником. В северных регионах нашей страны ранние сорта, которые произрастают у нас в средней полосе, прекрасно себя чувствуют, они начнут созревание свое конец июля, начало августа. Поэтому для северных регионов мы не рекомендуем высаживать средне-поздние и поздние сорта. Вам прекрасно подойдут сорта ранние и средние с высокой морозостойкостью. У сорта обязательно смотрите, чтобы морозостойкость была минус 34 градуса. Правильно подобрав сорта, вы можете сделать созревание ягоды и наслаждение с конца июня, июль-август и до конца сентября. Это в средней полосе. В северных регионах вы также можете сделать двойной урожай, если подберете правильно сорта. Вся голубейка и ранние, и средние, и поздние сорта цветет в одно и то же время. Единственное, что ранние сорта начинают буквально на несколько дней зацветать раньше. Но в опылении участвуют все сорта между друг другом. Поэтому не обязательно покупать два ранних, два средних, два поздних. Можно взять один ранний, один средний, один поздний сорт. При перекрестном опылении ранних, средних и поздних сортов ягода будет значительно больше. И вкусовые качества, и размер также вас порадуют. Впереди у нас осенние осознанные посадки. Почему осознанные? Потому что мы не бежим уже как весной, сломя голову, скупая все растения. И потом думая, куда же их посадить в нашем саду. К осенним осадкам мы готовимся все лето. И уже точно знаем, где будет у нас произрастать растение. Но я спешу вам напомнить, что растения с закрытой корневой системой, то есть в горшочке, в контейнере, высаживаются весь сезон, если вам комфортно работать на улице. Выращивайте голубику на своих участках. Это очень неприхотливый кустарник. При соблюдении нехитрой агротехники и в самом минимальном уходе обязательно вас порадует обилием плодоношения и вкусной ягодой. А я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Удачи без проблем. Всего вам доброго.